Всем-всем ароматного времени суток. Я думаю, вы успели насладиться еще раз великолепной презентацией замечательных ароматов EvoScent. И уверена, что вы сегодня готовы погрузиться с нами вместе со мной, с Мэри Фурс и со моим коллегой Александром в мир и путешествие, где мы будем разговаривать об ароматах и презентовать наш образовательный проект Парфюмерная Академия. Всем добрый вечер. И я в продолжении нашей презентации ароматов хочу сказать о том, что ароматы действительно вызывают в нас тот единственный неповторимый образ, который мы вспоминаем с закрытыми глазами. Они могут рассказать, что за человек перед нами, напомнить о событиях из прошлого, причем молниеносно напомнить, оттолкнуть или наоборот привлечь наше внимание. Могут улучшать настроение, могут бодрить или наоборот. Я встречалась с случаями, когда аромат дико раздражал других людей. Мне рассказывали такие моменты, когда срывались контракты, когда студенты не сдавали экзамены. И у некоторых ароматы могут вызывать головную боль. Именно поэтому я согласна с прекрасным выражением профессора Парфюмера Рожеда. Выбор аромата похож на выбор любовника. Мы должны провести с ним ночь, чтобы узнать, подходим ли мы друг к другу. Эта фраза, она подчеркивает важность тех ароматов, которыми мы сегодня себя окружаем. И прежде чем перейти к сути общения, давайте с вами вместе я бы хотела порассуждать на тему того, какую роль в жизни каждого человека играют ароматы и парфюмерия. Те, кто сегодня присутствуют в нашем зале. Во-первых, я буду очень признательна, если мы заявим географию присутствующих сегодня в нашем чате. Я уже видела, что писали, ой, замечательно, писали нам сегодня уже гости, кто присутствует из каких стран, из каких городов. И второй момент, который я бы хотела, чтобы вы обозначили в чате, это поставьте десяточки. И те люди, кто считают, что роль запахов и ароматов в жизни человека действительно очень важна. А я пока в это время порассуждаю на тему роли запахов и ароматов и начну вообще с нашего обоняния. Потому как если говорить о роли обоняния, то исторически это у наших предков был способ вообще выживать в суровых условиях. По запаху наши предки искали пищу, слышали приближение врагов и находили себе здорового партнера для продолжения рода. Сегодня мы тоже в современности зачастую выбираем себе партнеров, определяемся, с кем идти по жизни, в том числе основываясь на аромате нашего партнера. Видите, это еще идет с давних-давних времен. Но, конечно же, в современности мы не так сильно нуждаемся в защите, в укрытии и поиске пищи. И поэтому наша острота обоняния, она притупилась. А в связи еще и с последствиями коронавируса и вовсе обоняние у некоторых людей и вкусовые рецепторы перестают работать, исчезает или ослабляется. И ко мне, как к ароматерапевту, приходили люди, которые говорили, «Мэри, ты не представляешь, насколько полноценно я себя ощущаю, когда я слышу запахи. И как же все-таки грустно, как картинка сразу меняется, когда обоняние пропадает». И действительно, влияние ароматов, я соглашаюсь с такими людьми, кто действительно ценит важность и роль ароматов в нашей жизни. И призываю всех тех, у кого, возможно, даже сейчас притуплено обоняние, либо пострадало после каких-либо заболеваний, обратите внимание на то, чтобы восстановить ваше обоняние. Почему? Потому как влияние ароматов все равно остается ключевым при выборе сексуального партнера. Как я уже говорила, по запаху тела у нас есть влечение, либо нет. Мы подсознательно считываем еще более того генофонд и состояние здоровья человека для совместного продолжения рода. Кстати, опытные врачи своих пациентов с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет или онкология, чуют, скажем, слышат через обоняние за версту, так как тело с хроническими заболеваниями начинает выделять специфические ароматы. А в носу у нас находится специальный орган, он называется еще вомероназальный орган, который отвечает и за возбуждение человека. Поэтому важно обязательно восстановить обоняние, если с ним вдруг есть проблемы. Для того, чтобы, во-первых, себя полноценно чувствовать в сексуальной сфере, и, во-вторых, для того, чтобы не было развития депрессивного состояния, поскольку когда мы не слышим запахов, не чувствуем вкусов, краски жизни, они блекнут, они меркнут, как будто бы жизнь теряет свои краски, яркость, и все переставляется в черно-белых тонах. И вот чтобы этого не случилось, мы обязательно должны заботиться о своих носиках. Еще один важный момент, который можно привести, пример того, как в современности сегодня обоняние используют вновь появившиеся люди, младенцы. Известный факт о том, что младенец, появляясь на свет, первым делом определяет свою маму по запаху грудного молока, ну и, естественно, знает, где находится питание, и уже ни с кем не спутает свою дорогую маму. Еще, конечно же, современная область под названием аромамаркетинг активно изучает то, как определенные запахи влияют на поведение покупателей и исследуют способы управления ароматами для того, чтобы увеличить, повысить продажи. Крупные корпорации и компании, они знают о том, что если распылить в обеденное время запах лимона или других цитрусов, то продуктивность сотрудников значительно увеличивается. В Японии очень активно на эту тему проводятся исследования и дают положительную динамику. Есть бренды, которые ароматизируют свои пространства, бренды одежды, люксовые бренды. И покупатели, уже находясь в торговых больших комплексах, заранее, еще не доходя до самого бутика с брендовой одеждой, по аромату определенному слышат и распознают данные ароматы. Вот скажите, кто с этим сталкивался, тоже можете плюсики поставить. Или, например, булочные часто выводят систему кондиционирования на улицу, либо рядышком со своим пространством. И когда куда-то человек спешит, бежит или возвращается с работы, он слышит аромат прекрасных свежеиспеченных булочек или корицы, и сразу ноги его несут в эту замечательную кофейню. Я, как ароматерапевт и аромапсихолог, получаю удивительные результаты по восстановлению и укреплению здоровья, а также эмоционального баланса моих клиентов. И да, 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 терапевтическими аромомолекулами даже эфирные масла, они могут остановить кровь, как, например, это может сделать чайное дерево, наладить сон, как это может сделать лаванда и апельсин, снять головную боль или тошноту с помощью мяты и лимона, убрать неприятные запахи и вывести человека из стресса. Да, 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 это можно с помощью запахов и ароматов. И, безусловно, с помощью парфюмерной композиции можно управлять впечатлениями других людей о нас. Почему это так важно? Все очень просто. Потому как ароматы, минуя сознание, сразу попадают в подсознание и воздействуют на наши эмоции, и то, как зарождаются у нас чувства. Вот. Почему так происходит? Да потому что мы обрабатываем и запоминаем ароматы в эмоциональном центре нашего головного мозга. То есть там, в том центре, где рождаются наши эмоции и чувства, в лимбической системе. А что это значит? Это значит, даже вот если вы замечали, почему нам сложно, человеку сложно говорить о своих чувствах, что я чувствую, о своих эмоциях, да, что я ощущаю. И точно так же порой иногда сложно описать красиво звучание запаха, аромата. Мы вот помним, как он звучит, а слова подобрать сложно. Вот это как раз-таки такая общая взаимосвязь. Все потому, что в одном центре обрабатывается информация, как о запахах, так и зарождении чувств. Вот почему часто, услышав какой-либо, но очень знакомый аромат, мы можем сразу вспомнить о важном человеке для нас, который там лет 10 назад пользовался определенным парфюмом, определенным ароматом. И у нас сразу картинки идут, связанные с этим человеком. Вот кого такое бывает? У кого есть ассоциации определенный аромат, связка, и человек связаны вот эти вот ассоциации? Тоже дайте свои реакции, поставьте плюсики, что такое случается. Вот я вижу точно, есть такое. Теперь мы знаем почему. Потому когда мы испытывали яркие чувства, эмоции, в этот момент, представляете, вдыхаем интересный аромат, парфюмерную композицию, и у нас фиксация происходит как раз-таки вот в нашем эмоциональном центре, что вот это прекрасное чувство, сильное, оно связано с определенным запахом, который мы в этот момент вдыхали. Вот, поэтому, вот, есть, идут плюсики. Поэтому еще раз вернусь к тому, что очень важно обращать внимание на то, какими мы ароматами себя окружаем и какие ароматы используем. И теперь я бы хотела еще передать слово своему коллеге Александру, чтобы он дополнил информацию по блоку и по теме о важности ароматов и запахов нашей жизни. И как важно вообще, выбирая грамотно ароматы, что можно сделать вообще в жизни, то есть какой результат достичь. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Так, мне нужна обратная связь. Видно ли меня и слышно ли? Поставьте плюсики. Марина, скажи мне, меня видно и слышно? Да, все отлично, видно, слышно. Супер, прекрасно. Добрый день, уважаемые коллеги. Рад предоставленной возможности и возможности нам с мэрией сегодня вас познакомить с парфюмерной академией. То, что касается аромата, очень сложно переоценить их важность в нашей жизни. Наверняка у вас были такие случаи, когда вы общались с человеком, который вам нравится, который приятен, но, к сожалению, не очень хорошо пахнет. Это нас отталкивает, мы не можем спокойно реагировать на неприятные запахи. Также хотел обратить ваше внимание, что мужчины и женщины, к сожалению или к счастью, очень разные. И восприятие того же аромата у мужчин и у женщин происходит абсолютно по-разному. В рамках парфюмерной академии мы будем говорить о продажах и будем говорить о продажах мужчинам и женщинам. И хочу привести небольшой пример. То есть мужчины, они логики. И мужчине во время продажи важно показать, зачем ему это надо и как он сможет использовать парфюм как инструмент. Ну, к примеру, вы рассказываете мужчине о том, что богатый, приятный аромат, который находится в офисе, он привлекает внимание клиента. Я зачастую клиента спрашиваю, было ли у вас когда-нибудь такое в жизни? И вы, уважаемые коллеги, тоже сейчас вспомните, было ли у вас такое. Когда вы встречаетесь с человеком, протягиваете ему руку, он вам протягивает свою. И во время рукопожатия вы понимаете, что вы жмете холодную, мокрую, неприятную руку. Встреча еще не началась, а уже ощущения неприятные. Я рассказываю мужчине о том, что он может нанести перед встречей свой аромат себе на ладони, растереть их, погрев немножечко. Что произойдет? Парфюм, он находится на... Это композиция, растворенная в спирте. Что происходит, когда мы нанесли аромат на руки? Я не говорю про прекрасный эффект дезинфекции, это само собой разумеется, что сейчас тоже актуально. Но при этом, когда спирт испаряется, он забирает излишки влаги с рук. Руки становятся теплые и сухие. Также на руках остается парфюм. Что происходит при рукопожатии? Ваш собеседник получает отпечаток вашего парфюма себе на ладони. То есть фактически вы передали ему свою визитную карточку. Мало того, что он пожал теплую, сухую руку, еще и он ощутил прекрасный аромат. Мужчины, в отличие от женщин, они позволяют себе такую роскошь на протяжении дня постоянно что-то поправлять, волосы, лицо, там где-то себя трогать. Поскольку парфюм находится на руке, ваш собеседник уже даже после вашей встречи постоянно ощущает ваш аромат. Также я мужчинам рекомендую наносить аромат на визитные карточки. Куда обычно мужчины складывают визитные карточки? Или в нагрудный карман пиджака, или в кошелек. То есть каждый раз, когда ваш собеседник будет открывать кошелек, он будет ощущать ваш аромат. Или аромат, который находится в верхнем наружном кармане пиджака, тоже будет давать постоянный запах. То есть встреча уже закончилась, но воспоминания об этой встрече будут сопровождать вашего собеседника. Женщины, им нельзя показывать логические цепочки. Женщины, они более эмоциональные, они совершают более эмоциональные попытки. Женщинам обязательно нужно рисовать картинку. Ну, к примеру, я рассказываю своим клиентам, представьте себе такую ситуацию. Вас любимый мужчина приглашает в ресторан. Вкусная еда, шампанское. Заиграла быстрая мелодия, и вы отправились в пляс, скажем так. Танцем это не будем называть. Вы отправились в пляс. Вы потанцевали, вы вернулись за стол, выпили еще по глотку шампанского, заиграла медленная мелодия. И вот мужчина, который вам безумно нравится, приглашает вас на танец, нежно обнимает за талию и ощущает сказочный аромат вашего парфюма. Он думает, боже мой, какая шикарная женщина. Как бы с ней прожить всю жизнь, родить много детей и жить счастливой жизнью. А теперь представьте себе эту же картину, но без аромата. Ресторан, еда, алкоголь, быстрая мелодия, быстрый танец. Тело излучает большое количество внутренних, скажем, запахов, которые зачастую не особо приятны. Потому что чем человек становится старше, тем более неприятные запахи идут от его тела. И вот представьте себе, этот мужчина обнимает вас за талию, прижимает к себе, а парфюма нет. Он ощущает запах вашего разгоряченного тела, алкоголя, еды, то есть всего, что начало испаряться через поры. Может быть, он не убежит. Может быть, он дотанцует этот танец. Но потом он вспомнит, что у него остался невыключенный утюг, сбежала кошка, срочно позвонил шеф и так далее. Женщина находится в недоумении. Что произошло? Вы убили эту встречу с запахом своего тела. Может быть, у вас тело пахнет прекрасно, но под воздействием еды, алкоголя, тех бактерий, которые присоединились во время поедания еды, алкоголя и так далее, создали не очень приятный запах. И очень важный момент рисовать женщине картинки, мужчине показывать логику. И наша прекрасная коллекция дает нам возможность усилить определенные направления жизни при помощи аромата. Мы будем помогать вам разобраться в таком понятии, как парфюмерный гардероб. Наверняка у каждого из вас есть гардероб одежды. Есть спортивная одежда, есть деловая одежда, есть какие-то удобные джинсы, свитер для встречи с друзьями и подругами. Наверняка есть какой-то вечерний наряд на выход. И у многих женщин 100% есть какое-то интересное сексуальное белье, есть какая-то сексуальная блузка с глубоким декольте для того, чтобы привлечь внимание или соблазнить мужчину, который вам интересен. То, что касается парфюмерного гардероба, ни у кого не вызывает это никаких вопросов. Когда спрашиваешь, есть ли у тебя гардероб одежды, все чаще всего говорят да. Хотя, знаете, мы отслеживали, что мужчина, он на работе находится в деловом костюме, в галстуке, вечером у него свидание, он снял галстук, расстегнул несколько пуговиц, и вот у него уже вечерний наряд. Но женщины подходят иначе, то есть они более ответственно подходят к этой ситуации и готовятся к каким-то знаковым событиям. И вот аромат, он может усилить или ослабить определенное направление жизни. Как я уже говорил, гардероб, одежды, и также мы привязываем к нему парфюмерный гардероб. То есть, чтобы наши клиенты понимали, зачем нужны ароматы, что аромат, это так называемая пресловутая точка над И, которая завершает весь образ. Если есть утренние, бодрящие, спортивные ароматы, которые помогают пойти нам в ресурсное состояние. Есть дневной, деловой аромат, задача которого это сосредоточить наше внимание, быть более собранным, более сконцентрированным. Есть вечерние ароматы для отдыха. Задача этого аромата как раз переключить нас в состояние работы, в состояние отдыха. Если у кого-нибудь из вас такое было, поставьте в чате семерочку. Вы пришли после трудового дня домой, надо уделить время семье, близким, мужу, детям, о мысли до сих пор на работе. У кого такое было, поставьте семерочку в чате. Так вот, задача, вижу, есть семерочки. Задача вечернего аромата для отдыха или для домашнего уюта как раз перевести нас из состояния работы в состояние отдыха. Что мы делаем обычно, чтобы перейти из состояния в состояние? Мы переодеваемся, мы снимаем деловой костюм, одеваем какую-то домашнюю удобную одежду и таким образом мы стараемся переключиться. Также есть вечерний аромат на выход, то есть вечерний аромат для отдыха. Что мы делаем, то есть какая задача этого аромата? Задача этого аромата это защитить наше тело вот этой приятной ароматной защитой, создать определенную ауру для того, чтобы окружающие нас люди воспринимали приятный аромат вечернего парфюма в то время, когда мы пьем алкоголь, кушаем еду, ведем активные подвижные движения, танцуем или играем в какие-то игры, участвуем в каких-то конкурсах. И есть интимные ароматы. Задача этого аромата привлечь внимание нашего партнера, человека, который нам нравится, и чтобы вечером, когда мы пришли с ресторана и приняли душ, вернувшись, обратили внимание, что наш мужчина не лежит уже лицом в подушку и храпит, а дать возможность нашему аромату, даже не говоря ни единого слова, привлечь его внимание, ввести его в сексуально-игривое состояние и провести какое-то время прекрасного секса с шикарным ароматом. Ну, как мы знаем, за 21 день у человека вырабатывается устойчивая привычка. То есть, к примеру, если у нас деловой аромат находится на работе, мы пришли и нанесли на себя аромат, мы быстро вошли в состояние работы. Когда мы проводили арома консалтинг с многими бизнесменами, мы разбирали ситуацию, как же происходит рабочий день его коллектива. Если на работе есть кофемашина, то чаще всего сотрудники, когда приезжают на работу, первое, что они делают, это они выпивают чашечку ароматного бесплатного кофе и дальше приступают к работе. Если человек не курит, то выпить кофе занимает примерно от 5 до 10 минут, в среднем по статистике. То есть через 10 минут человек уже может настроиться на работу. Если человек курит, то выпить кофе с сигаретой занимает в среднем от 10 до 25 минут. Заряда кофе хватает примерно на 2 часа. Что происходит через 2 часа? Опять человек выпивает чашечку бесплатного кофе с сигаретой или без сигарет. 10-15 или 15-25 минут на это он тратит. Далее идет обеденный перерыв. Время обеденного перерыва люди покушали. Чаще всего они, зная, что бесплатный кофе есть на работе, возвращаются с обеденного перерыва и от 10 до 25 минут тратят на то, чтобы выпить кофе, опять настроиться на работу. И опять этого заряда хватит примерно на 2 часа. перед тем как отправиться домой, сотрудники опять с удовольствием выпьют чашечку бесплатного кофе для того, чтобы зарядиться силами и отправиться в путь домой. И таким образом мы просчитали, что в среднем на работе человек тратит от часа до 2 часов времени на кофе, сигареты, если он курит, для того, чтобы находиться в ресурсном состоянии. Некоторые наши клиенты были от этого в шоке. Они говорят, так, все, от кофемашины избавляемся. Но дело в том, что без кофе сотрудники будут работать еще хуже. Если они привыкли, что они могут выпить чашечку кофе для того, чтобы войти в ресурсное состояние, лишив этого источника энергии, сотрудники, ну я не скажу, что они превратятся в зомби, но тем не менее энергетический запас упадет. И мы внедряли деловые ароматы для того, чтобы входить в ресурсное состояние не за час и два часа рабочего времени, а чтобы это занимало считанные секунды. То есть человек наносил на себя деловой аромат и быстро включался в рабочий процесс. Об этом мы детально поговорим уже на парфюмерной академии, как это преподносить, как проводить арома консалтинг, как находить ресурсы в коллективе, как увеличивать объем производительности коллектива. Все вот эти фишки мы обязательно наших слушателей парфюмерной академии познакомим и расскажем это все детально. А теперь вернемся обратно к парфюмерному гардеробу. То есть, если вы заметили, я двигаюсь с обычным временным ограничением. То есть утро мы наносим на себя бодрящий, динамичный аромат, который нам помогает войти в ресурсное состояние. Это аромат, с которым мы не можем заснуть за рулем. Это аромат, с которым нам хочется заниматься спортом, делать зарядку. Потому что для многих людей это проблема, а вот наши клиенты и клиенты парфюмерной академии, которых мы научили делать так называемый парфюмерный якорь при помощи утреннего бодрящего спортивного аромата входить в ресурсное состояние. Они говорят, нам даже спортом стало намного приятнее заниматься в ресурсном состоянии. Дальше у нас идет дневной деловой аромат, о котором я сейчас поверхностно рассказал. Далее в парфюмерном гардеробе идет вечерний аромат для домашнего уюта. Это аромат, который располагает на общение по душам. Это аромат, с которым приятно встретиться с друзьями, с подругами. Когда мы видим, что наша подруга что-то хочет сказать, но вот она как-то не может включиться в этот процесс. Это такой душевный аромат, который помогает расположить человека к душевному общению. Часто мы якорим этот аромат как аромат мамы. Ну вот представьте себе такую ситуацию. Ваш ребенок играл во дворе в мяч, и вы его зовете домой делать уроки. Представляете, как ребенку сложно переключиться в состояние игра в мяч во дворе, и тут вдруг нужно делать уроки. Что делают умные мамы? Чаще всего они ребенка кормят. То есть ребенок покушал, излишки энергии ушли на перерабатывание пищи, и дальше ребенок садится заниматься уроками. И вот мама, если делает уроки с ребенком, на ней находится вот этот парфюм для домашнего уюта, ребенок ощущает этот аромат. Это чаще всего аромат, который помогает успокоиться. Это аромат, который успокаивает наше нервное состояние. Мы становимся более спокойными, более восприимчивыми, более открытыми. И вот ребенок запоминает этот аромат, как аромат мамы. И вот представьте себе, это что я говорю опять-таки своим клиентам. Через много лет, когда ваш ребенок вырастет, когда ваш мальчик уже станет юношей, он встретит девушку с таким же ароматом, как был у мамы. Это говорит о том, что у этой девушки был прекрасный вкус, такой же, как у мамы. Он ощутит этот аромат, он вспомнит нежные, заботливые руки мамы, как она о нем заботилась. И эта девушка вызовет приятные эмоции, они построят отношения, поженятся, родят детей, проживут счастливую жизнь. Многие мамы говорят, дайте таких два. То есть, это аромат, который помогает перейти состояние в состояние, помогает настроить этот домашний уют. Ваш любимый мужчина после работы вернулся домой. Дома приятный аромат вашего парфюма. Он заходит домой, говорит, дорогая, у нас так хорошо, так уютно, так прекрасно. Не знаю, в чем дело, но каждый раз, когда я возвращаюсь домой, мне становится хорошо, спокойно, ароматно, вкусно и так далее. Следующий аромат в парфюмерном гардеробе это аромат на выход. О нем я тоже немножко сказал, нарисовал вот эту вот картинку женщины, танца, прекрасных эмоций и так далее. То есть задача этого аромата это более активный, более насыщенный аромат. Ну, несмотря на то, что он тоже вечерний, но он отличается от аромата для домашнего уюта тем, что он более активный, более нарядный, более насыщенный. И вот прекрасно провели время в ресторане, замечательный романтический вечер, и вот вернулись домой. Женщина одела сексуальный пенюар, ну, приняла душ, одела на себя сексуальный пенюар, нанесла на себя интимный парфюм и, как говорится, продолжение марлезонского балета. Вот я рисую своим клиентам, почему мы говорим о парфюмерном гардеробе. Потому что некоторые наши клиенты говорят, у меня есть любимый аромат, и я пользуюсь этим ароматом уже много лет. Это примерно так же, знаете, как у меня есть прекрасный, шикарный, очень мягкий, очень удобный спортивный костюм лагерфельд. Но мне не приходит в голову в этом спортивном костюме ходить на работу или в этом спортивном костюме прийти к другу на свадьбу. Хороший, дорогой костюм, красивый, но неуместно. Тем не менее, многие люди умудряются приходить на званые вечера, на свадьбы, на какие-то банкеты в спортивных ароматах или в деловых. Женщина нанесла на себя деловой аромат, не зная того, что он деловой и пошла с мужчиной на свидание. Прекрасно провели вечер, активно. Мужчина весь был доволен и счастливый, привел женщину домой, поцеловал ее в щечку, откланялся и ушел. Она думает, в чем же дело? Неужели я не хороша? Где же продолжение? А на ней находится деловой аромат. аромат, как Мэри уже говорила, минуя сознание, попадает сразу в подсознание, дает определенный сигнал, рисует определенный образ. Он воспринимает эту женщину как делового партнера. Он думает, какая шикарная женщина, буду себя держать в руках, не буду себе позволять ничего лишнего для того, чтобы не испортить впечатление. То есть мы этим ароматом настроили нашего партнера на деловой лад. Все нормально, с женщиной все хорошо, она шикарная, сексуальная, просто ее образ, это образ деловой женщины. Точно так же, представьте себе ситуацию, когда мужчина или женщина нанесли на себя интимный аромат, и с этим ароматом пришли на работу. А мысли все о нем, да о нем. Сосредоточиться мы не можем. Или аромат для отдыха, или аромат на выход. Наши мысли каждый раз, когда мы ощущаем аромат нашего парфюма, уводят нас с делового стиля, с делового лада, помогают нам не сосредоточить внимание, а расфокусировать его, уводит нас аромат постоянно в состояние отдыха. Мы вспоминаем, как с этим ароматом, нам было шикарно в ресторане и так далее. Работоспособность падает, результаты падают, соответственно, ни о каком продвижении по карьере или премии говорить мы не можем. Мы рисуем эти картины, эти образы нашим потенциальным клиентам и помогаем осознать, насколько важен аромат в нашей жизни. То, что касается парфюмерного гардероба, на парфюмерной академии, даже на первой ступени, которая будет посвящена продажам, мы обязательно рассмотрим, как формировать парфюмерный гардероб. Мы с мэрией разложили нашу коллекцию на парфюмерные элементы парфюмерного гардероба, и мы поможем вам сформировать ваш индивидуальный парфюмерный гардероб и научим вас, как формировать гардеробы вашим потенциальным клиентам и партнерам. Мы поможем при помощи аромата усиливать определенные направления жизни и научим вас презентовать это вашим потенциальным клиентам. Сейчас я бы хотел передать слово мэри, для того, чтобы она немножко рассказала о той прекрасной, дорогой, богатой, шикарной, вкусной коллекции, с которой у нас есть возможность вас познакомить и с которой есть возможность у нас начать работать в ближайшее время. Мэри, тебе слово. Тебя хорошо слышно и видно. Все отлично. Итак, благодарю, Александр, за замечательные истории. В чат наш обращусь, поставьте десяточки, для кого, кто что-то новое почерпнул, новый взгляд, новый подход, благодаря тем историям. Сотни, сотни у нас уже соточки идут, отлично. Вот, то есть замечательно. Новый подход, новый взгляд на мир ароматов и запахов, это замечательно, значит, мы двигаемся дальше в верном, правильном направлении. И что бы я хотела презентовать, что бы я хотела рассказать, это, безусловно, поговорить о прекрасной коллекции The Highest Collection эксклюзивных ароматов бренда Eversen. И вы знаете, прежде чем говорить о самих ароматах, я бы хотела остановиться и сказать пару слов о создателе этих ароматов, об отце ароматов. это, конечно же, Рамон Бехар. Это мастер-парфюмер, создатель нескольких компаний в парфюмерном секторе. Международное признание получил автор парфюмерии и разработки уникальных дизайнов, блоконов и упаковки, парфюмерных бутляров, мы еще называем по-другому. Рамон Бехар также является консультантом партнерской программы Эва Рич, идейным промоутером Нэми и соучредителем Эва Сент. И, конечно же, для меня знакомство в Дубае на презентации Эва Сент с автором композиции было, безусловно, значимым. И я восхищаюсь теми произведениями, которые уже присутствуют на рынке у данного маэстро парфюмерии, у Рамона. Это просто произведение искусства, как сами ароматы, которые упакованы грациозно в прекрасные изящные флаконы, футляры. Это тоже отдельный вид эстетического кая-подача, эстетическое удовольствие открывать коробочки, смотреть на эти замечательные ароматы. И что самое ценное, то, о чем я начала говорить, что больше всего мне греет душу и сердце. Я как эксперт на парфюмерном рынке уже более 11 лет в этой области нахожусь. И, конечно, имя Рамона, его личность, его творчество, я бы хотела сравнить наравне с великим художником. Ведь творчество Рамона, оно тоже является произведением искусства. И поэтому очень удачно, я считаю, провести аналогию с творчеством замечательного художника Пабло Пикассо. Я действительно провожу аналогию, так как Пабло Пикассо, он был тем художником, чье творчество нужно распробовать, к нему имеет смысл прикоснуться, но неоднозначно, его хочется узнавать и узнавать, как и парфюмерные композиции, парфюмерные шедевры Рамона, с ними хочется пребывать, с ними хочется находиться, их хочется исследовать, они глубокие, они живые, они играют, они наполняют. И вы знаете, что когда я думала о том, вот как выразить роль Рамона в современности, и как раз привела вот эту аналогию с Пабло Пикассо, знаете, что самое интересное, это то, что двух этих замечательных людей, великих людей объединяет 2015 год, когда весной 2015 года в Нью-Йорке картина Пикассо, алжирские женщины, была продана за 179 миллионов долларов, и это была самая дорогая картина, когда-либо проданная с аукциона. И представьте себе, именно в 2015 году на выставке был продан с аукциона самый дорогой парфюм в истории, Де Рояль Дрим, за 190 тысяч долларов, и автором этого аромата является маэстро, это детище Рамона Бехара. То есть, что это означает? Это означает, что маэстро в мире парфюмерии, как если бы представьте ситуацию, Пикассо в свое время нашел сообщество единомышленников, и настолько вдохновился идеей, и движением, и ценностями, которые несет это сообщество, что сказал? Хорошо, ребята, я готов написать для вас серию картин, и для вас я от всей души эти картины презентую, это будет мой порыв, это будет мой дар, это будет мое творчество, которым я хочу разделиться, поделить, которое я хочу поделить с нашим сообществом. Именно так поступил Рамон, когда разработал замечательную коллекцию The Heist Collection ароматов нишевой парфюмерии, ароматов высокого класса, и таким образом дав возможность сообществу Эва Рич и всем желающим на сегодняшний день, любой желающий может получить в подарок замечательный презентационный набор из коллекции The Heist Collection. Поставьте свои реакции, дайте свои реакции, какое у вас осознание происходит, действительно ли вы ощущаете вот эту важность, ценность и то, что было доступным элитам, меньшинству, ведь мы знаем прекрасно, что наш маэстро, наш парфюмер создавал ароматы для членов королевских семей по всему миру, и сегодня мы с вами можем получить доступ к его творениям, и не просто получить доступ, а еще и активно применять эти ароматы в жизнь. дайте пожалуйста свои реакции, чтобы я тоже ощущала, понимала. Отлично! Так вот, говоря о том, что сегодня наш фантастический набор, презентационный набор, который состоит из восьми уникальных ароматов, мы можем получить всего лишь оплатив доставку. Я буду очень счастлива и рада, если сейчас нас слушают те люди, кто еще не успел оформить заказ, и они уже открывают кабинет Эва Рич, или спрашивают, как получить промокод у сообщества Эва Рич, для того, чтобы затем этот промокод вставить на сайте Эва Сент и заказать себе в подарок эту замечательную коллекцию, оплатив всего лишь доставку. Еще одна радостная весть, которая есть, связана с тем, что вы можете получить еще один подарочный презентационный набор, когда поделитесь с десятью людьми, то есть позаботитесь о том, чтобы десять человек в вашем окружении узнали о такой прекрасной возможности, заказали себе презентационные наборы, и тогда у вас открывается еще одна возможность заказать повторно подарочный набор, и это прекрасная новость, прекрасный повод для того, чтобы это сделать. Почему? Ну вот я могу привести на своем примере, мой сет уже некоторые позиции подходят к завершению, и я просто думаю о том, что нужно срочно скорее заказывать еще и еще больше людей из своего окружения приглашать, потому что я уже привыкла к ароматам, я хочу быть с ними, хочу пребывать, поэтому поделившись с десятью людьми возможностью заказать презентационный набор, у вас снова открывается возможность заказать себе также подарок. Воспользуйтесь ею, по крайней мере, я этим однозначно шансом буду пользоваться. И, конечно же, я сейчас еще хотела бы вкратце пройтись по каждому из ароматов, дав краткое описание для того, чтобы вспомнить о звучаниях и немного уже с теми знаниями, с которыми с нами сегодня поделился Александр по поводу парфюмерного гардероба, сделать акценты на нашей замечательной коллекции. Итак, первый аромат, который входит в эту коллекцию, это аромат под номером один, он посвящен и носит название проекта Эва Рич. Это гимн, это симфония сообщества, которое вдохновило парфюмера на создание всей коллекции, на рождение бренда Эва Сент в партнерстве с командой. Это глубокий аромат с аккордами успеха и процветания. И, конечно, для многих продвинутых пользователей, я уверена, это станет бизнес-аромат, это станет визитная карточка, это станет мощный, интересный, невидимый инструмент презентации вас, бренда, сообщества, когда вы еще не успели появиться, но уже есть ассоциация, есть уже предвкушение встречи с вами, и в памяти будет сохраняться картинка человека, сопричастного к чему-то большему, к чему-то масштабному, прогрессивному. И это все об аромате Эва Рич. Аромат Грейтнес. Мечты, основанные на великих целях, должны осуществиться. Аромат величия Грейтнес обязательно приведет нас на вершину славы. И это о динамике, и это о движении, это о масштабных целях, о смелости мечтать и воплощать мечты в жизнь. Это о бодрости, об энергии, о стремлении к великому. Тантрик это аромат, который пробуждает чувственность и позволяет нам ощутить состояние абсолютной свободы без препятствий и ограничений. Опыт, который длится бесконечно. И, конечно же, аромат тантрик, о нем можно порассуждать с позиции интимного сексуального аромата или аромата, который очень уместно использовать в вечернее время суток для парадных выходных мероприятий. Парадигма кто мы? Мы есть и нас нет. Без бытия мы существуем и не существуем одновременно. Аромат пробуждает страсть к самопознанию и к самосознанию. Аромат парадигма это аромат философов. Это аромат, который раскрывает возможности помечтать, развивает воображение. и это та глубина, которой часто нам не хватает в будничной суете. Поэтому парадигму я рекомендую именно для того, чтобы раскрывать свой творческий потенциал. Она прекрасно для этого подходит. Fifth element. Невесомость сложно потрогать, но она существует. Дыхание аромата невозможно увидеть, но его можно почувствовать. Fifth element позволяет наслаждаться жизнью в моменте. И это тот прекрасный аромат. Вы знаете, когда Александр описывал аромат мамы, аромат любимой женщины, он приходил мне на ум. Поэтому поизучайте его. Те счастливые люди, у кого уже есть презентационные наборы, нанесите этот аромат, почувствуйте, какие эмоции, какое состояние рождает у вас данный аромат, что просыпается внутри. И в целом я рекомендую подходить к знакомству с каждым из ароматов индивидуально, не спешить, пробовать на вкус, как хорошее дорогое вино или как прекрасный высокого качества шоколад, не спеша получая удовольствие. И тогда ароматы совсем по-другому начнут звучать. Следующий аромат это базальт. Из самого глубокого и плотного рождается форма. Парфюмерная эссенция затвердевает и окутывает нас своей завораживающей и выразительной аурой. Вы знаете, базальт для меня это тот аромат, который дает акцент. Он как аккорды, он звучит, он играет. Это безусловно аромат для творческих личностей. Это аромат для полета фантазии. Он мне безумно нравится. Я влюблена в этот аромат. Следующий аромат это Dynamic Gold. Это честность и благородство. Это те наиболее почитаемые ценности, которые сегодня есть. И если мы придерживаемся их, то обязательно побеждаем. Dynamic Gold это также аромат энергии, бизнеса, активности, движения, жизни. И восьмой аромат это Wealthy Spirit. Это тот аромат, который символизирует число восемь. А восемь это символ бесконечного материального и духовного богатства. И объединяя эти два понятия в единое целое, мы обретаем мощь и силу духа. И безусловно это очень мощный аромат, который обязательно станет якорем и вкусным воспоминанием о вас у окружающих людей. И вы знаете, еще один очень важный момент касательно восприятия ароматов и для кого эти ароматы? Для женщин или для мужчин? Вот на этот вопрос я бы хотела задать следующий вопрос. А для кого написал картину Пикассо «Алжирские женщины»? Для мужчин или для женщин? Здесь нет ответа. Это ответ, что картина писалась для тех душ, для тех людей, кто истинно поймет посыл автора, кто захочет пребывать в красоте, кого это впечатляет, воодушевляет. Точно так же каждая композиция из коллекции «The Highest Collection Ever Sent» создана для раскрытия нашего потенциала. И абсолютно неважно, это мужчина или женщина, в этой коллекции мы можем найти и сформировать каждый из нас для себя коллекцию парфюмерного гардероба для разных случаев жизни, для разных ситуаций, для того, чтобы создавать определенные образы и рисовать картинки, которые останутся в обонятельной памяти у людей на долгие-долгие годы вперед. Теперь я бы хотела еще сказать пару слов о стоимости в розничной торговле и условиях приобретения. Презентационный набор планируется в будущих планах, что его стоимость будет от 150 долларов, travel set даже скорее я назову, и 197 долларов за одну единицу, флакон 75 миллилитров. В декабре 2021 года будет старт предпродаж по краудфандингу и стоимость будет весьма приятная, то есть она будет в два раза выгоднее, это будет 98 с половиной долларов. Предзаказ можно будет оформить на четыре флакона и все, кто сделает предзаказ, получат специальные токены, благодаря которым в дальнейшем возможно будет приобрести акции компании EvoSend по номинальной цене. Представьте, если бы в свое время у Пикассо была возможность приобрести акции на его картины, и вот та картина, которая была продана с аукциона, она вошла бы в совладение того сообщества, которое разделило эту историю. это прекрасная, я считаю, возможность, которая меня безумно радует, лично меня. И прежде чем эти ароматы по краудфандингу будут получены, необходимо будет нести оплату в размере 38%, затем по планам доставка парфюмов отгрузка начнется в апреле в июле 2022 года, а розничная цена и продажа начнется с августа 2022 года и будет составлять, как я уже говорила, долларов за единицу, за единицу парфюма. И я напоминаю о том, что если рассматривать эту возможность с точки зрения бизнеса, то зарегистрировав тысячу человек, и если вы еще найдете 10, включите в свой проект 10 активных партнеров, которые также зарегистрируют по тысяче человек, то это уже 10 миллионов новых партнеров. Тысяча ваших новых партнеров в первой линии, 10% которых сделают предзаказ, а это приятные цифры и приятные бонусы. Поверьте мне, это уже серьезный бизнес парфюмерной индустрии. А если у вас уже есть сеть партнеров, что вы можете сделать? Вы можете, во-первых, сами пройти путь, заказать роскошный набор, презентационный набор с 8 ароматами по 3 миллилитра каждый. Это получается 24 миллилитра прекрасных ароматов нишевой парфюмерии The Heist Collection. Также личным примером проинформировать свою структуру своих партнеров и помочь своим партнерам найти лидеров мнения блогеров. Благодаря тем школам, которые прошли в субботу, это сделать уже значительно проще. Замечательные скрипты, замечательный опыт, которым с нами делилась команда EvoSend, он просто бесценный. Бери и делай, и получай результаты. И для тех людей, у кого в голове есть вопрос по поводу стоимости, цены, презентационного набора, но сейчас он вообще идет в подарок, то есть всего лишь оплатив доставку, а в дальнейшем, как я уже говорила, нормальная история, если этот презентационный набор или travel set будет стоимостью в дальнейшем, когда уже выйдут ароматы в районе 150 долларов, это абсолютно нормально на рынке нишевой парфюмерии, поскольку класс ароматов EvoSend это нишевая парфюмерия. О классах мы тоже будем разговаривать на школах обязательно. Так вот, для кого стоит вопрос по поводу стоимости цены, что это дорого вроде бы для парфюмерии, а может и нет, для кого-то, для меня это лично вообще подарок, просто большой подарок от Рамона нашему сообществу EvoReach. Так вот, часто в своей практике я встречалась с такими историями, когда называешь клиенту, что работа стоит вот столько или товар стоит стоимость, а он говорит, что у него бюджет небольшой, совсем маленький, да, и тогда, конечно же, как мы можем говорить о высоком творчестве, о качестве, когда ожидания не совпадают с реальностью, да, что требует клиент и какой бюджет есть у клиента. При этом шикарная возможность, та, которая есть благодаря презентационным наборам, дает возможность любому, абсолютно любому человеку с любым уровнем дохода прикоснуться к прекрасному и знаете, даже если человек отдаст буквально последние деньги для того, чтобы оплатить доставку презентационного набора, но соприкоснувшись с ароматами, почувствовав качество этих ароматов, он может вдохновиться на великие цели, он может настроить себя на то, что в его жизни все еще впереди и кардинально поменять образ жизни. Именно поэтому я сторонник того, чтобы сообщать и делиться информацией о таком прекрасном подарке для сообщества Эва Рич абсолютно со всеми, не принимая решения по поводу того, кому в дальнейшем потенциально будет интересно заказать замечательные флаконы в 75 миллилитров. Абсолютно со всеми делитесь данным подарком. Так вот, я решила сходить и проверить, какова же стоимость в розничной сети сегодня, сейчас, в городе Минске, в Беларуси, тревел-сетов других брендов. И что я нашла? Maison de Parfums бренд в 5 флакончиков по 11 миллилитров. Стоимость их, это тревел-сеты именно, составляет порядка 280 долларов. Парфюмерный гардероб коллекция тоже, там 8 штук по 11 миллилитров 247 долларов. Если взять Killian бренд, то тревел-сет из 4 ароматов по 7,5 миллилитров составляет 197 долларов. А 8 штучек по 7,5 миллилитров составляет 260 долларов. О чем это говорит? Это цены конкретно на тревел-сеты, на парфюмерные наборы. Это говорит о том, что сегодня компания бренд EvoSend в партнерстве с Evo Rich для сообщества, для членов сообщества Evo Rich делает просто грандиозный красивый роскошный подарок в виде презентационного набора от маэстро в мире парфюмерии. И планы они действительно реальны, когда есть понимание цены и ценности тех подарков, которые сегодня делает сообщество Evo Rich для своих членов, для партнеров, для тех, кто объединен общим видением. А планы такие, что имеет смысл сделать объем в 2 миллиарда долларов и 25 миллионов новых регистраций. И все это возможно и реализовываться будет благодаря замечательной политике знакомства с коллекциями, с ароматами нашей коллекции EvoSend через презентационные наборы. И сейчас я бы хотела передать дальше слово Александру. Александр, я надеюсь, ты с нами на связи. Да, я тоже надеюсь. Поделись, пожалуйста, планами, какие будут планы в проекте EvoSend и дальше передаю тебе слово. Спасибо. Вы знаете, я предлагаю сделать следующее. Вы можете сделать себе сейчас скрин этого слайда, на котором все подробно расписано. Мы сейчас немножко сэкономим на этом время, потому что хотелось бы еще ряд нужной информации вам поведать. Могу сказать то, что касается планов. Лично я нахожусь даже не столько в восторге, сколько в шоке от того, насколько быстро проект EvoSend выходит на рынок. За пять месяцев была проделана колоссальная работа. Я вам скажу, что многие парфюмерные компании за пять месяцев могут только начать формировать коллекцию, с которой они будут работать, подписать какие-то договора, а так, чтобы были уже подписаны договора, найдены флаконы, найдены футляры, решены вопросы с спреями, с колпачками, сделан заказ на презентационные наборы, наборы уже были выпущены, и у нас уже с вами есть возможность знакомиться с коллекцией и знакомить с коллекцией наших потенциальных партнеров и клиентов. То есть темпы просто колоссальные. Я нахожусь в приятном шоке и в восторге от того, насколько шикарно все было организовано. Но могу сказать, что здесь огромный плюс Рамону Бехеру за то, что он является известнейшей личностью в мире парфюмерии, и было использовано большое количество его наработок, и многие места, где мы могли бы стоять в очереди для того, чтобы получить те же флаконы, спрей и так далее, мы фактически вклинились без очереди. Это за счет того, что Рамон Бехер находится на очень высоком счету в парфюмерной индустрии, его очень хорошо знают. Я хотел бы сейчас сказать несколько слов о цене и тех возражениях, которые мы уже слышим. То есть, мы столкнулись с таким возражением, что как же это подарок, если нам нужно оплачивать доставку в размере от 25 до 45 долларов. Могу вам сказать, что сегодня я обратился в компанию DHL, мне нужно было отправить определенный заказ, это посылка до килограмма, DHL, отправка с Украины в Турцию, составила 2325 гривен. То есть, если перевести это в доллары, то это 89 долларов отправка одной посылки до килограмма веса. Снимаю шляпу перед руководством компании ВСН о том, что они договорились о том, чтобы доставки стоили от 25 до 45 долларов. То есть, это в половину меньше, чем компания DHL сегодня предложила мне для отправки посылки, которую мне нужно было сегодня отправить. То есть, мы с вами имеем дело с большой структурой, с большой организацией. И нам предоставляется возможность сделать отправку по таким ценам за счет объема. Если вы ради интереса узнаете, сколько стоит отправка в транспортных компаниях, вот отправка с Дубаи в вашу страну, то вы будете приятно порадованы, что это абсолютно недорого. А то, что касается знакомства общества Эворич с продуктом Эвасент, с презентационным набором, и то, что это сейчас на данном этапе бесплатно, это просто шикарно. Я вам скажу, что у меня это не укладывается в голове. Я знакомый с проектом сейчас пытаюсь это все уложить, крамфайдинг. есть возможность приобретать акции по номинальной стоимости, фактически стать совладельцем парфюмерной фабрики. В 2020 году из открытых источников мы имеем информацию о том, что 33 миллиарда долларов составило оборот парфюмерной индустрии. 33 миллиарда, представьте себе. у нас с вами есть возможность стать совладельцами парфюмерной фабрики благодаря такой системе, как крамфайдинг и краминвестинг. Мы сейчас с вами может быть еще не понимаем до конца с чем мы имеем дело, что многие люди воспринимают это как продажа парфюмерии. Мы фактически входим в парфюмерную индустрию, в парфюмерный бизнес, становимся совладельцами. Когда я общаюсь с профессиональными инвесторами о том, что есть такая возможность, они находятся в восторге. Не надо инвестировать сразу миллионы долларов для того, чтобы войти в эту индустрию. Есть возможность став клиентом через потребление продукции стать совладельцем. Я думаю, что вы в процессе работы разберетесь в том, что такое парфюмерная индустрия, насколько там огромнейшее количество денег и у нас с вами есть возможность стать совладельцами. То, что касается парфюмерных наборов. Не знаю, открою ли я секрет и получу ли я за это выговор, но скажу так, что первая партия подарочных наборов, она составила всего 36,5 тысяч штук, из которых 15 тысяч уже были заказаны. То есть, за это небольшое количество времени 50% первой партии подарочных наборов уже заказаны. Я не знаю, что ждут люди, которые еще не заказали. Для меня это загадка. То есть, есть возможность сейчас, благодаря подарочным наборам, построить большую структуру и включить большое количество людей в свои структуры, в свой бизнес. Чего вы ждете, дорогие мои? Вы ждете, когда закончится первая партия и вторая партия станет дороже? Я вот вижу, что пишут ждем доставку. Те, кто сделали заказы и ждут доставки, вы уже счастливчики. Самые большие, конечно, счастливчики это те, кто были на семилетии компании в Дубае и получили эти презентационные наборы сразу и смогли забрать себе домой. Вторые счастливчики это те, кто уже сделали заказы. Третьи счастливчики это будут те, кто успеют сделать заказы, которые еще находятся в первой партии. Остальным придется ждать не только доставки, но и ждать выпуск следующей партии. Поэтому я настоятельно рекомендую не ждать. Знаете, как говорят, не большие съедают маленьких, а быстрые съедают медленных. Те, у кого будет в распоряжении подарочный набор, смогут уже подключиться к парфюмерной составляющей этого проекта. Остальные придется подождать. Я скажу, что у нас сейчас уже те партнеры, которые подключились, сделали заказы, они уже облизываются и с завистью смотрят на нас, на тех людей, у которых уже есть эти наборы. Когда я прихожу, открываю свой набор и спрашиваю фактически любую девушку или женщину, хочешь попробовать эксклюзивные нишевые ароматы? Все говорят, да, я сразу же становлюсь центром вселенной. чем бы они ни занимались, какие бы ни были разговоры, как говорится, весь мир может подождать. Они сразу же готовы общаться со мной, я становлюсь центром вселенной, у меня есть возможность познакомить их с шикарной коллекцией, мало кто из женщин стоит перед соблазном продегустировать новые эксклюзивные нишевые ароматы. У нас с вами есть такая возможность. Я вижу, что в чате пишут многие ждем доставку, я вас поздравляю, доставка будет в ближайшее время, то есть вы уже сделали просто огромный шаг к тому, чтобы подключиться к парфюмерной индустрии. Наша с мэрией сейчас будет задача познакомить наши первые группы парфюмерной академии с так называемым парфюмерным словарем. Сейчас уже очень сильно режет слух, когда мы слышим бутылочка вместо флакон или коробочка вместо футляр или коробка пробников вместо презентационный набор или travel set. Люди, которые разбираются в парфюмерии, им просто режет это слух. Это в корню неправильно. Нельзя использовать такие слова, как бутылочка, коробочка. Это не парфюмерный лексикон. Опять-таки это мы берем на себя. мы наполним ваш парфюмерный словарь теми необходимыми словами и выражениями. Это знаете, примерно так же, когда человек говорит документы или портфель. Меня очень быстро в детстве научили, чем отличаются документы от документов. Тем, что документы находятся в портфеле, а документы в портфеле. то есть мы научим вас этим магическим парфюмерным словам для того, чтобы вы могли произвести впечатление профессионала, а не дилетанта, который говорит коробка пробников или бутылочка. Я уже не говорю про такие слова, как надухаться. это вообще безумно режет слух. Хочу надухаться. Супер, прекрасно. Также хочу вам рассказать о парфюмерной академии. Конечно, те, кто уже имеют подарочные наборы, им, как говорится, и карты в руки. Это те люди, которые смогут сразу приступить к обучению, начать дегустировать коллекцию. Те, кто сделали заказы, вы в ближайшее время тоже станете обладателями парфюмерных презентационных наборов, и тоже будет возможность сразу же приступить к изучению коллекции. То, что касается парфюмерной академии, у нас будет на начальном этапе три основные пакета. Первый пакет называется продажи. Он занимает один месяц, на протяжении которого мы научим группу магии продаж парфюмерии. Мы поделимся всеми фишками, изюминками, которые мы наработали за почти 20-летний опыт парфюмерной академии и поделимся теми новинками, ноу-хау, которые есть вообще в области продаж как таковых. Курс будет занимать один месяц и стоимость этого курса в дальнейшем будет 200 долларов. У меня для вас сегодня будет приятный сюрприз, но о нем я расскажу чуть позже. Сейчас я расскажу о базовых пакетах. Второй пакет будет называться специалист парфюмерного бизнеса. Также в него будет входить пакет продаж. Он будет занимать три месяца и стоимость будет составлять 700 долларов. И третий пакет он самый обширный, самый дорогой и самый наполненный. Этот пакет у нас называется парфюмерный клуб. В этот пакет будет входить блок продажи, будет входить блок специалист парфюмерного бизнеса. И также в него будет входить большое количество мастер-классов, на которых мы будем делиться всеми новинками, проверенными методиками, которые мы сейчас внедряем, прорабатываем на практике, готовим для вас скрипты. То есть вам фактически ничего не надо будет изобретать, как говорится, скопировал, вставил. То есть мы будем вам передавать уже готовые тексты, наполненные профессиональными парфюмерными выражениями. Мы будем предлагать вам проверенные методики, которые мы сейчас уже внедряем, отрабатываем на практике, получаем обратную связь и будем с членами парфюмерного клуба делиться всеми этими наработками. Также мы провели переговоры с руководством, сообществом и до 30 ноября, до момента, когда тревелсеты, парфюмерные наборы будут идти в подарок, когда вы будете оплачивать только доставку, будет сделана специальная акция. Мне нужно следующий слайд, я надеюсь, что он тоже готов. То есть до 30 ноября будет возможность приобрести первый блок, который называется продажи, всего за 100 долларов, то есть это практически 50-ти процентный дисконт. Вторая ступень, это специалист парфюмерного бизнеса плюс продажи, он будет стоить не 700 долларов, а 300, то есть это более чем 60-ти процентная скидка. И третий блок парфюмерный клуб, который будет доступ к нему годовой абонемент не за 1500 долларов, а за 500 долларов, то есть это более чем 70-ти процентная скидка. Это те пакеты, которые сейчас будут в рамках взаимодействия парфюмерной академии и сообщества Эвосен. Также хочу сказать, что мы собираем сейчас первый набор как только он будет закрыт, эта группа начинает сразу же обучение. И те, кто не успеют в первый набор, они даже получив свои презентационные наборы, к сожалению, будут вынуждены подождать следующую группу и подключиться к следующей группе. Но если вы сделаете оплату до 30 ноября, так, можно будет в юнитах, это все вопросы нужно будет задать руководству Эвосент и Эворич. Вся эта информация будет в ваших личных кабинетах, то есть буквально на следующей неделе вся эта информация уже будет у вас в доступе в ваших личных кабинетах. То, что касается дисконта, дисконт будет действовать до 30 ноября. ну и к сожалению мы не можем взять всех желающих сразу же в группу поскольку будет много индивидуальной работы, будет очень много практических заданий. Это фактически то, о чем говорил Арман. То есть у Армана группа делателей, то есть фактически в парфюмерной академии мы точно так же запускаем группы делателей. То есть те, кто подключаются к блоку продажи, специалист парфюмерного бизнеса или парфюмерный клуб, среди этих людей будут созданы тоже группы делателей, с которыми мы сразу же отработаем методики парфюмерной академии и вы сможете на практике убедиться, как умея презентовать парфюмерию это можно делать легко и просто. Также хочу сказать, что вторая ступень это специалист парфюмерного бизнеса. Эти люди получат специальные сертификаты, которые дадут им возможность работать с розничной сетью. То есть будет возможность подписывать контракты с парфюмерными магазинами, с парфюмерными сетями и внедрять парфюмерию большими объемами сразу через парфюмерные магазины. Это смогут делать те люди, которые получили сертификат специалиста парфюмерного бизнеса, для того, чтобы с большими сетями, с парфюмерными магазинами работали люди, которые прошли специальное обучение, и они могут презентовать парфюм на высоком уровне. Скажу, что сети, большие парфюмерные магазины, они хотят работать напрямую с производителями, они хотят работать с так называемой первой линией, они хотят работать с теми специалистами, которые предоставляют информацию напрямую, представляя бренд. и у вас будут специальные документы, которые дают возможность презентовать бренд Everich и подписывать договора от имени компании непосредственно с розничной сетью. Дорогие коллеги, у нас будет чуть позже время для вопросов, сейчас, чтобы вы не писали вопросы, не отвлекали меня от той информации, которую мне нужно вам предоставить. То есть, я скажу, сейчас у нас время для вопросов, и я тогда смогу смотреть в чат и отвечать на ваши вопросы. Парфюмерный клуб, это естественно, что будут специалисты, которые получат возможность работать и с розничными сетями, и получат информацию из двух блоков. Это блок продажи и специалист парфюмерного бизнеса. Это будет такой парфюмерный спецназ, то есть, это будут люди, которые получают в первую очередь всю необходимую информацию, получают документы, сертификаты для того, чтобы работать с розничными сетями и представлять бренд на высоком уровне. Это вот то, что касается парфюмерной академии. Скажу так, к сожалению или к счастью, те, кто быстро принимают решения, чаще всего это люди с живым складом ума. Когда вы увидите результаты, которые получили люди, прошедшие обучение, конечно, тогда возникнет желание, будет социальное доказательство включаться в обучение и обладать необходимой информацией. Но те люди, которые первые пройдут обучение, у них будет определенный козырь, то есть, они смогут в первую очередь вести переговоры с сетями, предлагать парфюмерию магазинам, предоставлять все необходимые документы, и у них будет такое право работать с розничными сетями. Еще раз повторюсь, мы формируем сейчас первую группу в блоке продажи, в блоке специалист парфюмерного бизнеса и в блоке парфюмерный клуб. Обучение с этими тремя группами будет идти параллельно, то есть, у блока парфюмерный клуб будет доступ к всем занятиям блока продажи и блока специалист парфюмерного бизнеса. У специалиста парфюмерного бизнеса будет доступ к своему блоку, к блоку продажи. И у тех, кто вошел на блок продажи, будет доступ только к блоку продажи. Это вот то, что касается первых групп. Первые группы будем вести непосредственно мы с Мэри. В последующем группы будут вести те специалисты, которых мы подготовили и которые уже преподают в парфюмерной академии. То есть у вас есть возможность сейчас поработать непосредственно с основателями парфюмерной академии. Мы, к сожалению, ограничены в времени жизни. У нас всего 24 часа в сутках, так же, как у каждого человека. Поэтому мы не сможем брать и обучать все группы, которые будут формироваться. Но на себя мы берем обязательства, что с первыми группами, которые сделают заказы в ближайшее время, мы поработаем лично. То есть вы будете нашими личными группами спецназа. И мы готовы будем уделить внимание непосредственно каждому участнику обучения парфюмерной академии. Вот та основная информация, которую я хотел поделиться с вами сегодня. Передаю слово Мэри. Она еще скажет пару слов. И перейдем к ответам на вопросы. Благодарю, Александр, за информацию. Безусловно, я счастлива, рада, что сегодня состоялась презентация нашего образовательного проекта «Парфюмерная академия», которая живет уже достаточно длительный промежуток времени. Сегодня мы с Александром обсуждали, что практически более 20 лет. Скоро будет годовщина. И, конечно, как вы понимаете, тот опыт, который накоплен за этот период времени, он должен жить. Мы готовы его пускать в мир, делиться практическими наработками для того, чтобы бренд Эвасент как можно быстрее достиг цель топ-10 брендов на рынке парфюмерии, заявила о себе громко в мире. И ароматы попали в каждый дом ценителей парфюмерии и радовали, раскрывали сердца. Так что добро пожаловать в наше общество. Безусловно, мы будем сейчас гораздо чаще видеться в режиме онлайн-встреч, в режиме оффлайн-презентации, и будем безумно этому рады. И сейчас, я думаю, что самое время позадавать вопросы и отправляться дальше. Участвовать в маркетинг-плане, и будет возможность приглашать партнеров, получать за это баллы, двигаться по карьере. Я думаю, что вы будете приятно порадованы, что очень удачно подобрали пакеты для непосредственно карьерной лестницы. То есть мы заполним некоторые недостающие ступени. То есть мы слышали много вопросов по поводу недорогих образовательных продуктов, которые помогут закрывать ступени 50 баллов в карьере. Как раз наше обучение даст возможность заполнить эти недостающие ступени для того, чтобы вам можно было более проще и активно двигаться по карьерной лестнице и участвовать в тех шикарных промоушенах, которые объявила компания Average, связанная с дорогостоящими подарками, начиная от имиджевой продукции, заканчивая шикарными автомобилями VIP-класс. Сейчас мы бы хотели ответить на небольшое количество вопросов. У нас к вам есть огромная просьба. Постарайтесь, задавая вопросы, подходить с такой точки зрения, чтобы вопросы были интересны всем участникам. Если у вас такой-то личный вопрос, который может быть лично вам интересен, вы сможете задать его в группах. Сейчас скажу, что будет группа Парфюмерной Академии. Буквально в ближайшее время вы тоже увидите информацию в личных кабинетах. Также информация о следующем мероприятии, которое мы будем проводить, оно, скорее всего, будет на этой же неделе, скорее всего, в пятницу. Мы это тоже согласуем с руководством EvoSend. И эта информация будет в официальной группе. И будет возможность посмотреть эту информацию в графике мероприятий. Я вам настоятельно рекомендую сейчас, в ноябре месяц, быть чрезвычайно внимательными, потому что очень много информации, которая будет появляться в личных кабинетах и в информационном расписании, которое вы видите также через личный кабинет. Вся эта информация будет в общем доступе. Мы приготовили для вас скрипты для того, чтобы вы, не изобретая велосипед, могли предоставить информацию вашим бизнес-партнерам. Потому что в сообществе сейчас миллион шестьсот человек. В мероприятиях сейчас принимает намного меньшее количество людей. И я понимаю, что это связано с тем, что часть людей давно подключилась к проекту, может быть, семь, пять или три года назад. И они сейчас не столько активно смотрят информацию в своих личных кабинетах и не настолько активно участвуют в тех мероприятиях, которые проходят. Некоторые люди даже не знают о том, что появился парфюмерный бренд. И я вам настоятельно рекомендую оживить свою структуру. Я вам скажу так, что включить в бизнес человека, который уже был подключен к системе, в пять раз проще, чем пригласить нового человека и заново познакомить его с сообществом. Вы можете сейчас восстановить вашу структуру через парфюмерный бизнес EvoSend. Вы можете сейчас рассказать о том, что появились интересные новости, о том, что сейчас есть возможность через подарочные наборы, через парфюмерные наборы включить людей в бизнес. Некоторые люди спрашивали, а куда сейчас можно инвестировать? Какие сейчас будут новые проекты? Мы сейчас это все подготовим в виде текстов, чтобы вам не надо было это все пропускать через свою призму, это все выдумывать. Мы вам дадим готовые тексты. Они будут в официальной группе EvoReach и также будут в группе парфюмерной академии в открытой группе. Также, естественно, что у каждого потока будет своя группа спецназа, где мы будем давать задания и проверять эти задания. То есть почему мы говорим о том, что группы сейчас не будут большие, это не может быть группа в 10 тысяч человек. Потому что все задания будут проверяться индивидуально нами и кураторами групп, и вы будете получать обратную связь. Поэтому сейчас очень важно быстро принять решение. Нам всегда приятно работать с быстрыми людьми, чем с людьми, которые долго-долго размышляют, потом задают миллион вопросов и потом не включаются в процесс. То есть всегда намного приятнее работать с людьми с живым умом, которые быстро принимают решения, быстро получают задания, быстро выполняют задания, быстро получают результаты, которые выражаются в денежном эквиваленте. И когда у вас есть заработанные деньги, дальше уже проще намного строить бизнес. Потому что, как говорят в бизнесе, деньги идут к деньгам. И у нас с вами сейчас есть возможность быстро наработать оборотный капитал. И с этим оборотным капиталом уже нарабатывать большое количество внутренних токенов, которые вы сможете обменять непосредственно на акции компании по номинальной стоимости. Я настолько знаю, большинство из вас инвесторы. И наверняка вы понимаете, насколько выгодно покупать на старте. Представьте себе, чтобы у вас предоставилась возможность приобрести биткоин, когда он стоил меньше доллара. Я знаю, что одна из первых покупок за биткоины, это была пицца, которую человек купил за 50 биткоинов. Я представляю, как он сейчас ходит в футболка с коротким рукавом, чтобы ему было удобно кусать локти, вспоминая, как он за 50 биткоинов купил пиццу. Вот, наверное, наелся на всю жизнь. И у нас с вами сейчас как раз фактически то же самое. Мы на самом-самом начале. Возможность приобрести акции по номинальной стоимости только это дорогого стоит. Многие инвесторы сейчас еще не осознают, что у вас есть возможность на 100% увеличить свой капитал, приобретая, только приобретая продукцию сейчас с 50% скидкой. Мы ответим на вопрос, что с ней делать дальше. Вот мы ее купили. Вот у нас есть возможность получить 100% прибыли. Причем эти 100% вы можете получать не в год, а с одной сделки. А таких сделок вы можете делать большое количество каждый день. Но об этом все мы расскажем на парфюмерной академии. Сейчас давайте перейдем к вопросам. Александр, я могу зачитать вопросы? И мы ответим. У меня тоже пару вопросов нашла. Было бы шикарно. Да, первый вопрос был связан с тем, что если мы не получим набор презентационный до 30 ноября, как нам быть? Это, я так понимаю, вопрос, связанный с образовательными курсами. Я, если можно, сразу же на этот вопрос отвечу. Да, да, конечно. Если вы уже заказали набор, вы уже можете заказывать обучение. Вы можете приступать к обучению. Все равно вы не обучитесь за один день. У нас первая ступень продажи занимает целый месяц. Целый месяц. То есть вы можете уже включаться в обучение и ждать свой презентационный набор. В рамках парфюмерного клуба мы будем проводить еженедельные дегустации, на которых мы с мэрией будем ведущими этого действия. То есть вы, находясь у себя дома, пригласив своих подруг, выпить чашечку чая с печеньем, вы получаете нас с мэрией, ну как мы работаем на вас. То есть вы фактически нас нанимаете на работу, за которую нам платите дни вы. И мы на вас поработаем. Мы расскажем всю необходимую информацию, мы расскажем, как нужно сесть, закрыть глаза, о чем нужно подумать, как нужно вдохнуть аромат, на что нужно сделать. Там небольшие такие медитативные практики для того, чтобы насладиться этим парфюмом. Это все мы сделаем за вас. То есть наша первая группа, которая будет и в продажах, и в специалисте парфюмерного бизнеса, и в парфюмерном клубе, смогут этому научиться. Но если в парфюмерном клубе мы на вас работаем целый год, то есть представьте себе, вы за 500 долларов нас с мэрией наняли на работу на целый год. То есть то, что касается цены, это даром за счет того, что большие группы, ну, все вместе сбросились по небольшой сумме и наняли специалистов на год. В специалист парфюмерного бизнеса вы за сумму в, там, фактически 300 долларов, там она будет стоить, а не 200, то есть фактически за 300 долларов вы нанимаете нас себе на работу на три месяца. И те, кто будут в блоке продажи, вы практически нанимаете нас с мэрией на месяц на работу за 50, да там, за 150, за 250, за счастливые деньги. То есть фактически за 100 долларов в месяц мы работаем на вас. Дальше вы обучитесь и сможете это проводить самостоятельно. Но если вы инженер, доктор, медсестра, профессиональный инвестор, там, бизнесмен, и вдруг вы становитесь специалистом в парфюмерной индустрии, ваши друзья и знакомые будут удивлены. Представьте себе, что вы всю жизнь были доктором, вы профессиональный хирург, и вдруг вы стали специалистом парфюмерного бизнеса. Магическим каким-то образом. Через несколько месяцев, используя наши методики, вас так и будут воспринимать как специалисты парфюмерного бизнеса. Но на начальном этапе всегда намного проще сказать, что у нас есть возможность вас познакомить с специалистами. Мэри чуть позже вам покажет слайд. Мы решили нашу презентацию построить наоборот. Как я называю, это Тарантинорский метод. То есть обычно спикеры представляются в начале мероприятия. Нам хотелось поделиться с вами ценной информацией и рассказать о том, кто же мы такие в конце нашего мероприятия. То есть чуть позже будет слайд, который говорит о том, кто мы, и вы поймете, что за вот эти небольшие суммы денег вы нанимаете вот таких специалистов себе на работу. Сейчас мэри как раз откроет слайд, а я за это время отвечу на следующий вопрос, который я увидел со своим прекрасным зрением. Для меня это новое. Я буквально в этом году начал носить очки, стал очкариком. И для меня, конечно, это новое амплуа. Но был вопрос срок годности на парфюмерию. По современному парфюмерному стандарту аромат может храниться три года с момента открытия. То есть если вы обратили внимание, то современная парфюмерия, она практически вся защищена спреями от воздействия окружающей среды. Если вы помните, вот бабушкины духи, они были в таком стеклянном флакончике с притертой крышечкой, и дама опрокидывала флакончик, доставала непосредственно эту притертую крышечку и наносила на себя парфюм. Что при этом происходит? аромат это композиция, растворенная в спирте. Вот представьте себе, что вы хорошо вымыли руки и дальше берете ватку с спиртом и протираете этой ваткой хорошо вымытые руки. Что произойдет с ваткой? Напишите мне в чате. Я увижу, что вы пишете и заодно сразу же отвечу. То есть ватка станет грязной, потемнеет, абсолютно верно. То есть хорошо вымытые руки, которые вы протерли спиртом, они все равно вытащат из ваших пор на ту грязь, которую спирт растворил. Что происходит, когда этой притертой крышечкой и дама наносила на себя парфюм? Она снимала пудру, тональный крем, омертвевшие частички кожи, всю грязь, которая собралась в порох. Она собирала на этот колпачок, она нанесла на себя парфюм и дальше этот колпачок обратно опускала во флакон. И в следующий раз, когда она его опрокидывала, вся эта грязь, вся пудра, тональный крем, все частички, все в этом флаконе растворялось. Раньше, в так называемых бабушкиных духах, было большое количество консервантов и закрепителей. Это то, что влияло на стойкость и то, что давало возможность композиции быстро не прокисать. Сейчас в современных стандартах запрещено большое количество консервантов и закрепителей. Я что-то уже смотрю глубоко как, но это как раз тоже одна из тем нашего второго блока специалистов парфюмерного бизнеса. Но скажу так, сейчас современные ароматы защищены спреем. Туда не попадает кислород. И когда флакон закрыт, то он может храниться большое-большое количество времени. Как только вы нажали на спрей, спрей работает таким образом. То есть он воздухом, который вытесняет жидкость, то есть он попадает внутрь флакона и аромат начинает свою жизнь. То есть благодаря воздействию кислорода аромат начинает играть. И вот три года с момента, как вы начали, вот первое сделали нажатие и спрей вытеснил воздухом определенное количество ароматной жидкости, вот с этого момента начинается отсчет. С этого момента три года. Следующий вопрос. Еще был вопрос по поводу стойкости, того, насколько долго держатся ароматы на коже. Но тут, я думаю, скорее всего, вопрос относился к Эвосенту, где концентрация порядка 30%, то есть это по факту концентрация духов. Смотрите, то, что касается стойкости, я скажу пару слов, и Мэрия будет добавить. По современному стандарту, то есть задумайтесь, современный стандарт парфюмерии, аромат должен звучать порядка 4-6 часов, то есть это современный стандарт. Коллекция Эвосент это ароматы повышенной концентрации, вот, и они будут звучать дольше. Мы уже проводили эксперименты, вы знаете, я наношу ароматы на запястье, потом, когда я хорошо вымыл руки, сейчас я делаю это много раз в день, в связи с, сложившейся, ситуацией, но даже после того, как мы хорошо вымыли руки, тем не менее, аромат держится. то, что касается парфюмерного гардероба, я немножечко опережу этот вопрос, да, то есть как переодеваться в парфюмерный гардероб, если ароматы достаточно стойкие. Сейчас, ну, мало того, что у нас есть возможность работать с эксклюзивными нишевыми ароматами, так наши многие клиентки, клиентки нашей парфюмерной Академии, они сейчас смешивают, то есть они берут один аромат и на него наслаивают другой аромат. Когда первый аромат уже фактически улетучился, а второй еще нет, на него можно наслоить третий аромат, но это целая магия, об этом мы будем говорить, то есть какие композиции в Асцент можно смешивать, какие ароматы один с другим, что мы получаем в итоге, если раньше там люди брали за голову, там парфюмеры, боже, как же так, один аромат с другим, вы посмотрите сейчас, что происходит в моде. Если раньше девушка одела лосины, это лосины, или одела брюки, это брюки, одела платье, это платье, то сейчас девушка может одеть лосины под очень короткое платье, или она может одеть джинсы под какую-то вообще минимальную юбку, при этом сверху одеть какую-то блузу, то есть сейчас пошло смешение стилей. Вы посмотрите сейчас, многие мужчины одевают деловые костюмы, при этом, например, кроссовки. Это удобно. И сейчас для многих людей удобство в первую очередь имеет большое значение. Знаете, как говорят топ-менеджеры гордятся своими деловыми костюмами своими нарядами до того момента, когда они не увидят владельца компании в футболке и шортах. Сейчас все осталось ног на голову. Слава Богу, мы постоянно держим руку на пульсе и отслеживаем эти тенденции. Мы знаем, что с чем можно совместить, что с чем категорически нельзя совмещать. Мы обязательно этому всему вас научим. Если можно, следующий вопрос. Вот я смотрю, что уже на основные вопросы мы ответили. Запись есть, запись будет. Она находится, ссылка на YouTube в чате. Спрашивали этот вопрос, уже сразу прислали ответ со ссылкой на YouTube. Скажите, пожалуйста, в наборе мужские, женские духи или только женские? Я вот на этот вопрос говорила о том, что композиция и парфюмерные произведения рамона это сродни искусству, где нету четкой, явно выраженной предрасположенности. Это конкретно женский аромат или это же мужской аромат? Вся коллекция является унисекс. Дорогой аромат он не имеет пола. Это если мы говорим о недорогой продукции широкого потребления, там ароматы делятся на мужские и женские. У нас коллекция высочайшего класса это ароматы унисекс. Приведу вам простой пример или ладно, не в рамках нашей сегодняшней встречи. Я скажу, что некоторые женские ароматы, которые изначально появились как женские, не стали продаваемы, когда их перепаковали как мужские, они стали хитами. Таких случаев в парфюмерной индустрии очень много, но коллекция Эвасент это парфюмерия высокой моды. Это ароматы настолько шикарные, что они не имеют пола. Как хорошие кроссовки, да, кто-то пишет. Хорошо, друзья. Последний вопрос и будем завершать встречу. У нас есть определенный вид по времени, мы его исчислили. Что мы можем сделать с людьми, у которых аллергия на некоторые ингредиенты или ароматы? Задается вопрос, но я здесь отвечу тоже как аромотерапевт, аромопсихолог. Могу сказать о том, что на терапевтического класса эфирные масла аллергических реакций практически это ну прям 99% исключение. Если говорить про парфюмерные композиции, где идет замиксовка, где это целая композиция, то обычно я предлагаю делать сначала мини-пробу небольшую, наносить в микродозах, смотреть реакцию и даже не на кожу, а наносить на одежду, на волосы и смотреть эту историю. Для этого у нас есть презентационный набор, который дает возможность попробовать. И естественно, если есть реакция, то я за позицию однозначного одобрения, что человек должен комфортно себя чувствовать. Если у него есть реакция, это случается, но крайне редко, то естественно мы не рекомендуем эту продукцию на постоянное использование. А за счет того, что у нас есть презентационный набор из коллекции восьми шикарных эксклюзивных ароматов можно методом подбора даже с людьми, у кого есть вопросы, аллергические реакции, либо с верхними дыхательными путями вопросы можно подобрать. Это знаете, Мэри, я снимаю шляпу твоему терпению. Я, друзья, скажу, я как маркетолог могу сказать так. Я когда слышу вопрос, а как же продавать им людям, у которых нет денег, я вам скажу так, не продавайте, идите к другим людям. Если у человека, ну, если человек аллергик, ну, не продавайте ему, ну, боже мой, ну, есть огромнейшее количество людей, которые ждут вас распрофертыми объятиями, держат денежки в клювике, готовы у вас купить продукт, но если у человека есть какие-то сомнения, есть два варианта. Первое, это презентационный набор, попробуйте струбника, посмотрите, как он себя чувствует, все ли хорошо, для этого ведь специально есть презентационные наборы, если есть хоть малейшее сомнение, ничего не надо, не продавайте ему ничего, скажи, дорогой, прости, тебе не повезло. Знаете, я когда работаю с клиентами, они начинают задавать много очень странных вопросов, я говорю так, ты знаешь, к сожалению, ты не можешь быть моим клиентом, чаще всего люди говорят, как, почему, я говорю, ты задаешь неправильные вопросы, я с такими людьми работать не готов, потому что я каждому своему клиенту говорю, я беру тебя на пожизненное обслуживание в плане парфюмерии, сейчас мы с тобой познакомились, я тебе подобрал ароматы, сформировал тебе парфюмерный гардероб, и я беру тебя на пожизненное обслуживание, любой вопрос, который у тебя возникает в плане парфюмерии, у тебя, у твоей семьи, у твоих друзей и знакомых, ты имеешь возможность обратиться ко мне и я тебе помогу и так всю твою жизнь, поэтому если как говорят в Одессе клиент начинает баламутить воду, я говорю прости, иду к другому клиенту, я вам скажу так, огромнейшее количество потенциальных клиентов и партнеров, если у вас какой-то клиент начинает занимать много времени, и у вас есть хоть малейшее сомнение, я вам настоятельно рекомендую не иметь с ним дела, а иметь дело с другими клиентами, которые будут на вас молиться и будут счастливы, что им попался такой специалист высокого уровня, как вы, которым вы станете в ближайшее время, пройдя обучение в парфюмерной академии, у вас появится такое количество информации, что вы станете на голову выше простого обывателя в плане парфюмерии, и с вами намного интереснее станет общаться фактически всем женщинам и многим мужчинам. Далеко не все женщины разбираются в парфюмерии, но когда мужчина разбирается в парфюмерии, знаете, мои клиенты делают так, о великий, вы станете очень интересным собеседником. Фактически все глянцевые журналы, модные журналы обладают какой-то информацией в плане парфюмерии. Для вас это сейчас профессиональный инструмент. Я вам скажу, когда мужчина начинает читать космо для увеличения профессионального своего уровня, и в общении с какими-то женщинами вы говорите, а вы знаете, что принц Чарльз сказал, или там актриса такая-то сказала об аромате то-то. Женщины модные, которые читают модные глянцевые журналы, слышат это от вас, они открыв рот обалдевшие говорят, да-да-да, я об этом читала в космос. Но вы не говорите о том, что вы это тоже в космос прочитали или узнали на нашей парфюмерной академии. Вы делаете лицо листа и говорите, увидите, даже космос подтверждает эту информацию. Ну ладно, это все фишки, с которыми вы вас познакомили в процессе обучения. Мы вас ждем в наших первых группах, выбирайте тот пакет, которого вы достойны, не ждите, пока первые группы будут заполнены, потом не кусайте локти, у вас есть презентационный набор, только непонятно чего с ним делать. Лучше у вас будет информация, вы набор подождете, чем вы получите набор и будете ждать, когда сформируется следующая группа. У нас на сегодня все, мы с Мэри тютелька в тютельку уложились в отведенное нам время. Мэри, ну что могу сказать, снимаю шляпу, ты профессионал. Благодарю, отвечаю взаимностью и желаю всем ароматного времени суток. До новых встреч в наших группах и в сообществе Аварич. 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 Из чудесного вихря, несущего высочайшее из качеств рождается Эвасент. Этот поток окружает нас прекрасным, благородным. Он усиливает наши вибрации, повышает нашу самооценку и уверенность, таким образом приглашая наслаждаться всеми настоящими моментами жизни. Сознание Вселенной приглашает нас стать единым целом. Процветание, которое всегда будет в этом новом мире, который мы создаем, спускается сверху вниз, идет от духовного к материальному, преобразовывая таким образом финансовую энергию, которая господствовала до сих пор. Аков Эвасент. Новый продукт Эварич. Новый бренд, созданный отличной командой успешных творцов, упорных предпринимателей и великолепных специалистов в сфере коммуникации. При поддержке целого сообщества удачливых инвесторов. Создание Эвасент – это разработка безупречной коллекции продуктов из мира моды, косметики и роскоши. Конечной целью компании является стать одной из десяти самых важных компаний в этом секторе на мировом уровне. Сердце этого увлекательного проекта – именитый парфюмер Рамон Бехар. Более сорока лет он предан миру ароматов и успешен своей преданности. И успешен своей преданности. Он считается одним из лучших парфюмеров мира. Его творения становились номер один по продажам во всем мире. Продавались в самых престижных магазинах мира, королевским семьям и голливудским знаменитостям. Эвасент начинает свою жизнь с разработки великолепной коллекции высококачественной парфюмерии. The Heist Collection – это восемь эксклюзивных ароматов, учитывающих различные тенденции и вкусы и способных удовлетворить самые взыскательные запросы большинства обонятельных культур, составляющих наше общество. Восемь разных и в то же время дополняющих друг друга парфюмеров, объединенных под маркой изысканности и эксклюзивности. Какой из этих ароматов ваш? Может быть все? Каждый по случаю? Попробуйте и войдите в мир EvoSend.